Первая запись в дневнике мелкого чиновника, титулярного советника Аксентия Ивановича Поприщина, сделана 3 октября 1833 года. Слегка припозднившись, он собирается на службу, которая его совершенно не радует. «Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось ли бы выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь изжалованье вперед», – рассуждает Поприщин. Облачившись в ветхую шинель, он выходит из дома и видит, как к магазину подъезжает карета. Чиновник заключает, что она принадлежит директору департамента. Из экипажа выбирается дочь высокопоставленного начальника, которая очень нравится Поприщину. «Она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами. Господи, боже мой! Пропал я, пропал совсем», – говорит главный герой. Девушка заходит в магазин, а ее питомица, собака Мэджи, остается на улице. Поприщин слышит разговор домашней любимицы с другой встречной собачонкой – Фидель. Данное обстоятельство удивляет его, но чиновник заключает, что для некоторых животных человеческая речь теперь не редкость. Он также признается себе, что с недавнего времени начал иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. 4 октября титулярный советник приходит на работу пораньше, чтобы застать своего начальника, которого считают очень умным человеком и чье расположение желает снискать. Но вместо директора в кабинет входит его красавица-дочь, и Поприщин все больше очаровывается ее внешностью, манерами и изысканной одеждой. Девушка роняет батистовый платок, и влюбленный человек бросается его поднимать, но спотыкается и едва удерживается на ногах. Вечером главный герой поджидает девушку у подъезда, чтобы еще раз полюбоваться ею, но она так и не появляется. Следующая запись датируется 6 ноября. В этот день у Поприщина происходит неприятный разговор с начальником отделения. Тот высмеивает увлечение Аксентия Ивановича дочерью директора. Титулярный советник убежден, что начальник просто завидует ему. Разгневанный Поприщин намеревается превзойти его по службе и добиться более высокого положения в обществе. Погоди, приятель! Будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше? Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей! До 11 ноября Поприщин живет, как и всегда. Посещает театр, ходит на службу и изо всех старается услужить директору, но тот будто бы и не замечает его присутствия. Вечером чиновник вспоминает диалог собачек, свидетелем которого стал в прошлом месяце. Узнав, что Мэджи и ее приятельница Фидель вели переписку, Аксентий Иванович решает во что бы то ни стало прочитать их письма и заодно узнать побольше о директорской дочке. На следующий день он встречает Фидель и пытается завязать с ней разговор, но та лишь бросается на него слайм, однако Поприщину удается завладеть ее перепиской с Мэджи. Дома Аксентий Иванович читает их послания, из которых узнает множество интересных сведений. Оказывается, предмет его воздыханий зовут Софи и за ней ухаживает некий камер-юнкер Теплов. Девушка по уши влюблена в него, а вот к Поприщину, напротив, испытывает отвращение и, по свидетельству Мэджи, никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него. Прочитанное приводит титулярного советника в ярость, он намерен расстроить их свадьбу. Аксентий Иванович задается вопросом, на самом ли деле он рядовой бедный чиновник. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Утром 5 декабря Поприщин читает газету и узнает, что в Испании упразднена королевская власть. Это кажется ему настолько странным, что он размышляет о политике весь следующий день и не идет в департамент. Следующая запись Поприщина датирована 43 апреля 2000 года. В этот день Аксентий Иванович осознает, что он король Испании. В последующие дни, обозначенные в дневнике бессмысленным набором символов и слов, Поприщин все же приходит в департамент. Он ведет себя снисходительно по отношению к директору. Вместо своей подписи вычеркивает на бумагах «Фердинанд VIII». Его рассудок повреждается все сильнее. Поприщин предпринимает попытку проникнуть в дом директора, чтобы объясниться в любви Софии, но терпит неудачу и приходит к выводу, что она влюблена в черта. Аксентий Иванович ожидает приезда правительственной делегации и, наконец, перед ним появляются депутаты, которые забирают его с собой в Испанию. Это государство кажется ему странным. Когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Работник лечебницы для душевнобольных, которого Поприщин принимает за испанского канцлера, обращается с ним весьма грубо и сбивает палкой. Поприщин страдает от такого обращения, считая, что это мешает ему заниматься важными государственными делами. В отчаянии он пишет бессвязное письмо своей матери, которое заканчивается словами «Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку! Матушка, пожалей о своем больном дитятке!» А знаете ли, что у алжирского Дэя под самым носом шишка? На этом записи Аксентия Ивановича Поприщина обрываются.